МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это игра. Безбожное ебалайство. Возможно, вы её помните по моему первому обзору игры. Это было пять лет назад, и сих пор это стало моим регулярным занятием. Играть в куски вонючего говна. Если вернуться в то время, то можно сказать, что я не был хардкорщиком. Я вводил код и пропустил большую часть игры. Что ж, вот мой второй шанс, и на сей раз всё будет по-настоящему. Я отскриву заплесневелую корку от этого куска дерьма, и только после этого оно по-настоящему завоняет. Буду с вами откровенен. И смотря на всю отвратительность этой игры, я всё равно по ней ностальгирую. Графика и музыка просто фантастические, и в этой игре всё ещё осталась атмосфера Кослвани. Ах, ещё-то есть такие части. К чему такая необходимость так часто прерывать игру? Вам нужны сердца для покупки вещей. Но когда вы умираете, счётчики обнуляются, и вам надо собирать всё заново. Так что если вы хотите что-нибудь купить, то ваш лучший вариант — встать на одно место, убивать одинаковых врагов снова и снова. Ну и в чём прикол? Когда наступает время ночи, то вам полнейший звездец, потому что магазины закрыты. Так что единственный ваш выход — это ждать утра и убивать зомби, проходящих мимо. Умри же, зомби-говноёб. Иногда, когда уж совсем скучно, вы находите различные глюки, какой-то двери, например. Почему святая вода не бросается? Знаете, по каким-то причинам, когда я нахожу этот глюк, он меня веселит. Я могу страдать хернёй часами. Это первая игра серии с немного другим стилем. Здесь им нужно ходить и исследовать. Это не такая уж плохая идея, которую просто не доработали до конца. Замысел таков, когда Саймон уничтожил Дракулу в первой игре, его части разделились по разным особнякам. И теперь Саймону, чтобы уничтожить Дракулу раз и навсегда, нужно ходить по этим особнякам и кидать ёбаные колья в шары. Теперь вы овладели ребром Дракулы. Стоп, стоп. Оврлодели? Оврлодели? Вы что, прикалываетесь? А, так или иначе, у меня мозгу возник небольшой вопрос. Как кто-нибудь мог знать, что нужно кидать колья в шары? Что ж, я нашел небольшую подсказку. Здесь сказано, символ зла появится, когда вы кинете кол. Блин, это офигенно помогает. Они могли бы хотя бы сказать, когда его нужно кидать... ПО... ПО... ПОВЯЕТСЯ? ПОВЯЕТСЯ? Кто-нибудь проверял это говно на наличие опечаток? И вот тут уже выясняется, какой охуенный у них недостаток по части текста. Текст в игре — полная неразбериха. И только по части опечаток, но и по части информации. Он как бы должен выдавать подсказки, но по большей части он не несет никакого смысла. И вы просто запутываетесь. В приключенческих играх, особенно в РПГ, подсказки — это очень большая часть игры. Так что, как игрок, вы принимаете то, что они говорят, за правду. Ну а иначе? Зачем они вообще тогда нужны в игре? Да чтобы запутывать вас, да уебенение! Вот зачем! Что меня больше всего удивило и поразило, так это та часть, когда вы заходите к этой страшной, сидящей на корточках сучке, она похожа на жопу накрытой газеты. Так вот, она говорит вам, давай жить здесь вместе. Ну, окей. Ну, давай здесь просто жить. Вместе. Ну, чё, милое местечко. Читать здесь текст, это так же мессмысленно, как считать его во второй части Зельды, где некоторые персонажи говорят, «Я ошибка». И тогда на помощь приходит то, что мы зовем «Нинтендо Пауэр». Конечно же, тут есть мессы, как нужно убрать красный кристалл, присесть к стене и ждать торнадо. Но это только начало. Здесь присутствует такая часть, и нужно пройти через озеро. Я к краешкам глаза вижу платформу, так что, видимо, я должен пуститься туда. Но если вы вдруг коснетесь воды, то вы умираете. Вам нужно выбрать голубой кристалл, присесть ненадолго, и вот тогда появляется платформа, и можно проходить сквозь воду. Кто бы, блять, об этом догадался? Также есть другое место, у кладбища. Там вы кидаете чеснок и получаете за это серебряный кинжал. Кто этот человек в балахоне, который стоит у кладбища и ждет, пока кто-нибудь кинет чеснок? Это странные части, но тут также есть части, которые просто действуют на нервы. Некоторые из прыжков просто приводят в ярость. Блин, ну поднимайся уже! Также есть эти блоки. Выглядят они не так уж и сложно, их надо просто преодолеть. Если вы прыгаете не со стопроцентной точностью, то вы никогда не достигнете своей цели. Попробуем еще раз. Это игра кака. Самые раздражающие враги в этой игре, которых я никогда не забуду, это капли. Они следуют за вами куда бы вы ни шли. Не скроешься от них никуда, особенно если на лестнице. Ааа, чё? Давайте взглянем еще раз. Я на лестнице, полностью беззащитный. Капля меня сбивает, и я падаю сквозь фальшивый блок. Это просто блядство. Самое раздражающее препятствие в этой игре вода. Серьезно? Вода? Почему это такой геморрой? Ааа, да ладно, это даже на разных экранах было! Последняя вещь в особняках, это боссы. Их очень мало, и знаете, их очень легко пройти. Поверьте, очень легко. Вы знаете, как тяжело было убить Грима Рипера в первой игре? Если да, то посмотрите, как тяжело его убить в этой. Блин, вот это мне повезло, что я прошел мимо Грима Рипера. Ну и конечно же, вы проходите по пустому замку, чтобы сразиться с самым легким боссом в истории видеоигр. И вот вы прошли вторую Касселванию. Что ж, было познавательно. Мы должны завершить этот эпизод последней частью стерилогии на Нинтендо Несс. Касселвания 3. Проклятие Дракула. На сей раз мы играем за Тревора Бельмонта. Не Саймоном, которому мы играли в прошлый раз. И таким образом, эта игра становится приквелом. Игра возвращается к основам, и поэтому стильнее, как в первой части. Но у этой игры есть два нововведения. Во-первых, вы часто встречаете развилки, так что вам приходится выбирать, куда идти. А также вы можете играть за других персонажей, которых вы встречаете по пути. Тут есть Грант, он лазит по стенам. Сифа, у которой есть магические способности. И Алукарт, который может превращаться в летучую мышь. Но для этого ему нужны сердца. Алукарт это вроде как сын Дракула. Алукарт это перевернутая Дракула. Это пошло еще со времен фильма 1943 года «Сын Дракула». А к нам приехал Алукарт. А-Д-Р-А-К. Ты что делаешь? Да ничего, ничего. Просто одна идея пришла в голову. Со всеми этими нововведениями, я думаю, что это лучшее кослование на Нинтендо Нес. Но еще и сложнейшее. Десять уровень с экраном, поднимающимся вверх. Если вы оказались на дне, то вы мертвы. Какая тут логика вообще? Получается, что Биллимонда убивает чем? Телевизионным экраном? Так что вы не можете впустую тратить время. Вам нужно продолжать подниматься. Ну что это за ебаническая чушь? Только не говори, что вам нужно торопиться. Но в это время вас будут убивать рыцари, появляющиеся из ниоткуда. Самое большое препятствие в этой игре это не ловушки, не вода, не колье, ничего такого подобного. Это лестницы. Ебучие лестницы. Это ваш самый худший ночной кошмар. Если вы стоите рядом с лестницей и пытаетесь использовать свою спецатаку, то спецатака не используется. Вы просто поднимаетесь вверх по лестнице. Взгляните просто. Да, блин, слезай ты вниз. Да слезай с лестницы, я хочу. Я хочу рыцаря ударить, а... Блин, вы беззащитны. Когда вы на лестницах, жопу вашу насилуют. А как насчет пола? Давайте пол сделаем смертельной ловушкой. Ну что ж, хорошо. Если вы хотите сыграть подобное говно, то объясните мне, во имя божьей блядской матери изнасилованных двумя тысячами кошек, как я должен убивать врага, если блядский пол при этом разваливается? Разрабы решили, что будет какой-то магический мультитестер? Ах, слава богу за Алукарда. Я могу перелететь через тебя, ублюдок. Ах да, когда вы используете замораживающую силу Сифы, то ни в коем случае не замораживайте атакующие элементы. Это полная катастрофа. И вот такая вся игра. Нескончаемая смертельная тренировка. Продолжение следует... Эти ебланы пощады не знают! Вот причина, по которой была изобретена книга чит-кодов. Но я не собираюсь ее использовать. Я возьму лучше другое издание. Так, где этот код экстра-жизни? Помоги мне. Да, именно такой код у игры. Вам не кажется, это самый ожидаемый и правдоподобный код к игре? Потому что те люди, которые играют в эту игру, именно об этом и думают. Что ж, я доходил до Дракулы, но никак его и не проходил. Потому что куда бы вы ни вставали, вас окружает две башни огня, и посередине появляется третья. Этого же никак не избежать! Самое плохое в этом, что когда вы умираете, вас не слайд на лестнице, как в остальных играх серии. Нет, нет. Вы отправляетесь. Самое начало уровня. Это несправедливо, блять! К тому же, у Дракулы три формы. То есть, вы хотите мне сказать, что я должен пройти с самого начала уровня, без каких-либо пауэрапов или продолжений? Уничтожить Дракулы? Вы чё, блять, свихнулись? Как я, по-вашему, должен это сделать? Игра, которая ухудшает вам настроение, это Castlevania 3. Знаете, если вы хотите сыграть в игру, которая выведет вас из себя, то засуньте эту шляпу в Нинтендо, и на вас спальнется дождь из мочи. Хотите размазать шары об стену? Тогда уж заодно и хуй засуньте в вафельницу. Тогда ещё сыграйте в говно-теннис. При этом у вас на голове будет задница одет носорог. Что ж, удачи. Итак, это конец трилогии Castlevania. Но ещё остались воспоминания. Дракула никогда не умирает. Хэллоуин продолжается. Это марафон Castlevania-то. Опереведено зиборо. Здравствуйте, Хэллоуин. Играть в эту игру, это всё равно, что играть в говно-теннис с носорогом на голове. Ну, или вы у него на голове.